Урок номер 4. Блок. Ну, познакомимся с первыми шагами, с начальным обучением блокирования. Блокирование вообще считается самым сложным элементом волейболи, как ни странно. Потому что, если все остальные элементы основаны на визуальном, так сказать, человеческом, к мячу, то блокирование часто происходит, значит, без мяча. И надо как раз определить, в какой момент прыгать, где толкаться, куда руки переносить, в какую сторону переносить. Так что блок как раз и считается самым сложным элементом. Ну, начальное обучение простое. Значит, надо просто людям вразумить, что, значит, блок это, значит, перенос рук через сетку, когда нападающий делает нападающий удар, блокирующий стоит под сеткой, переносит руки на ту сторону, чтобы мяч отскочил на площадку соперника. Если руки не будут на ту сторону переноситься, мяч просто-напросто будет рикошетить, будет угол падения, будет равен углу отражения. Если блокирующий стоит полметра и метра от сетки, нападающий просто-напросто будет нападать в руки блокирующему, и мяч будет отскапить на свою же сторону на ту сторону самые простые упражнения значит, руки находятся перед сеткой полметра под сеткой, животик убрать поближе чуть-чуть просто-напросто делаем замах выпрыгиваем, руки переносим на ту сторону имитируем просто переносим на ту сторону и пока что-то делаем без мяча работаем, замах руки не так замахнут потому что блок, если будет замах вот такой это будет плетельный замах можно не успеть руки вынести челюстник надо быстренько сделать замах в боке подняли руки на ту сторону делаем так приземлиться по сетке руки на ту сторону давить, убрать два 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 так пальчики пошлили вот такая ни таких вот этих движений ни таких, ни таких пальчиков вот пошлили, чтобы мяч получился чтобы он попал в эту корзиночку так так ладно это мы научили задние руки вы переносите ключи теперь немножко мы обучим перемещение перемещение на боке на той стороне перемещение на боке может быть приставлены шагами допустим шаг правый приставлен левым шаг левым приставлен правым или вот такие движения приставлены приставлены как определить в этом случае мне нужно толкаться блокирующим у нас есть такое железное правило если нападающий приземляется под сеткой то блокирующий должен занять такое место чтобы левая или правая нога соответственно если левша то у него правая нога будет впереди после разбега у правшей левой чтобы чтобы перпендикулярно продолжение правой или левой ноги оказался между блоком блокирующим это называется блокирующий выбрал правильную позицию и не поиграл по месту отталкивания нападающего потому что если нападающий толкается здесь а блокирующий толкается здесь нападающего на сторону ударит туда где блоки нет так вот я делаю разбег и должен меня поймать ногами снычко определить я где я приземляюсь моя правая нога должна оказаться между вашими ногами и пендикулярно если провести готовы да? проиграл вот вот что между блокирующим так уже по месту правильно все четко это выборе места если блок индивидуальный по крайней мере то блокирующий уже не проигрывает своему нападающему когда трех блокирующих под сердцем стоит то если нападение идет со второй зоны с четвертой то главными становятся крайние блокирующие они отвечают за выбор местных если нападающий нападает со второй зоны то на той стороне блокирующий который стоит в четвертой зоне он становится главным нападающий нападает ногами а третья зона пристраивается к нему насчет вот этого перестроения третья зона может приставными переместиться здесь стоит время а когда времени очень мало то блокирующий его называют центральным блокирующим он должен переместиться как можно быстрее то если он будет так перемещаться он может меньше а вот если он будет перемещаться таким способом и пристраивается на грани блокирующих это будет гораздо быстрее это называется перемещение следственных шагов если правая сторона сначала идет левая в тройке два здесь корпус разворачивается в любом случае не забывайте левую сторону надо обязательно взрывнуть дулощи перпендикулярные сети а если в левую сторону то все направлено в правую ногу туда в правую ногу в правую ногу попробуем попробуем сначала блок в тройке в тройке во-первых как всегда раз 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 да 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 можно видеть ну маленьких мы учимся на геомках если времени не хватает времени не хватает на стоянии Маленькие дети Они могут сделать дополнительный шаг приставной Вот приставной А последний шаг сделать с крестной Правая и левая Да, наоборот Приставной С крестной А если мужики едят Они делают один шаг с крестной Вот сюда левая и правая Это стройка Другие Левая и правая Так И еще раз Та-дам 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 Раз-дам Левая 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 Да Похоже Похоже Та-дам Вместе с методами нашего научного образования Ага, туда уже бежать Вот, и сюда, заканчиваем Томорок, левая плава Левая плава Левая плава Так Руки опять, потому что не лишнее бежать Руки все здесь уходы Все время они позитивничают И пока руки выкащат Но потом еще не работают Конечно, это все уже лишнее Так Ну, простое Простое Упражнение опять Самое начальное Прыгать, руки переносим Лоб ставим Так Средний мяч Лоб, по сути, попадаешь сюда Защитит Ты должен прыгать И вот это движение сделаешь Мяч отскочил сюда Есть блок активный Есть пассивный Пассивный, когда нападающий просто Вернее, блокирующий просто прыгает И ставит руку Мяч коснулся Скорость упала Защитники подняли А есть активный блок Прыгают и активно играются Мяч отскочил в землю Готовы? У меня это У меня это Вернее предача Чуть-чуть Притягиваем И А У нас тут как Ухан Вот Мяч Мяч Он засильный Попадающий 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 Прыгающий Мяч отскочил Вот это движение Оно Нищено Поставить Пассивный Раз у нас мяч от мяча потому что этот судья может элитимировать как бросок вот пальцы ну перемещение представьте бросок сюда здесь где не надо подальше нет не надо Александр Игорь да Александр Игорь будет сомневаться вот ответ в сиренский мотор в художественном в итоге готовы да вставаем вставаем ну в ту сторону то же самое допустим сюда будем считать готовы? давай ну похоже ну в общие итоги таки так Сергей Георгиевич, а вот момент прыжка когда должен прыгать? в какой момент? подходим и да к самому главному потому что блокирующий я говорю, что элемент очень сложный в таком плане, что часто все это основано на интуиции блокирующего игрока если он будет прыгать раньше он опустился, нападающий ударит если он будет прыгать позже так сказать, еще хуже будет нападающий ударит, блокирующий такой прыгает будет чем определяется? ну классический нападающий удар, который нападающий из-под сетки делает блокирующий прыгает примерно вот на это движение, на замах нападающий выпрыгнулся, замахнулся блокирующий начинает выпрыгивать и чем дальше от сетки мяч тем позднее блок ставится со второй линии нападают вообще блокирующий прыгает во время удара со второй линии пока мяч прилетает через траекторию, время уходит блокирующий попозже это делает раз, руки вовремя приносит блок что самое ценное, что интуиция и надо руки перенести в нужный момент к мячу надо определить, когда мяч через сетку пролетит чем дальше от сетки, тем позднее блок первый темп вообще играется один в один нападающий, блокирующий нападающий выпрыгнул, блокирующий выпрыгнул руки перенес, чтоб мяч на ту сторону раз, мячу перенес руки все, первый темп уже гораздо легче блокирует первый темп ну, когда 2.17 допустим муслевский, там уже там тоже подумаешь в какой момент где блокируется с ним играть или ждать пока он на втором этаже мяч с ним так что тут очень сложно а тот может и сюда закрутить и сюда ударить так что первый темп нападающий у него тут простора больше чем четвертая зона или вторая вторая зона диагональ бьет или по линии четвертая тоже по линии или вход а третья зона там простор деятельности большой поэтому считаются это игроки обычно все любят вот эти нападающие удары которые из третьей зоны они самые красивые, самые эмоциональные и впечатляющие так спасибо вам надеемся, что еще раз увидимся следующий урок про подачу и 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